Марка Хавейл опубликовала долгожданные прайс-листы на российскую версию внедорожника H5. Модель не новинка. До 2014 года этот автомобиль был представлен на нашем рынке под именем Great Wall Hover H5, а технически он является потомком Isuzu Axiom, образца 2001 года. Итак, в России машина будет стоить от 1 миллиона 100 тысяч рублей. В базовую версию Comfort вошли климат-контроль, задний парктроник, медиасистема, круиз-контроль, плюс обогревы лобового стекла и передних сидений. В топовом исполнении Premium этот набор дополняет отделка салона из кожзаменителя, камера заднего вида, а также датчики дождя и света, электропривод водительского кресла и многое другое. Для старшей комплектации можно будет выбрать отдачу двухлитрового мотора на 150 или 177 сил, хотя крутящий момент не отличается. Коробка передач заявлена только одна – шестиступенчатая механика. Интересно, что внедорожник имеет раздаточную коробку BorgWarner, у которой подключением передка заведует многодисковая муфта с электромагнитным управлением. Главный конкурент Havaila – это УАЗ Патриот. Его средняя цена сейчас как раз равняется миллиону рублей. Правда, у отечественного внедорожника уже есть коробка-автомат. Организаторы Московского международного автосалона, который должен был открыться 26 августа, приняли решение об отмене мероприятия. Напомним, что выставка проводится почетным годам. Причинами для этого стали пандемия коронавируса, а также сложная экономическая ситуация. Вызванная распространением инфекции. О переносе выставки на более поздний срок речи не идет. По слухам, в этом году Марка Аурус должна была показать на мотор-шоу внедорожник «Комендант». А от «Лады» ждали предсерийную версию новой «Нивы». А УАЗ готовился показать глубокий рестайлинг «Патриота». Марка УАЗ расширяет портфолио профессий модели «Профи». Это капотный грузовичок грузоподъемностью полторы тонны, который предлагается как задним, так и с полным приводом. Теперь вместо бортового кузова ульяновцы приладили каркасный пластиковый модуль. Из такой машины получилось создать реанимобиль, то есть скорую помощь класса «С». Отгрузки медицинских УАЗов «Профи» уже начались. Продолжение следует...